МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счастливые новоселы. В Рогачеве сдали эксплуатацию два жилые домы, квадраты ремали шмадзетные семьи. Узнагорода лепшим. У Гомеля подвели выники областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года-2020». А зараз об этом иншим больше подробно. Отремонтовать дорогу, установить пандус, принять решение не закрывать социально-значный объект. До старшин гомельского облаконка Магеннадия Соловья жахары региона звертаются по самых разных питаниях. Наши корреспонденты потекавилися принятыми решениями. Размешанная на территории шагуночной станции Костюковка-Крама у центра уваги старшиней облаконка Магеннадия опынулася у вересня этого года после коллективного взорота жахару ближайших улиц. Магазины, которые належат гандлевому предприемству, символичной назвой отдела рабочего забеспечения, керавництво акционерного товариства вырешило закрыть. Как расслумашили покупникам, занимает азгодности дальнейшей эксплуатации. Выбор у людей оказался невеликим. Звернуться за допомогой у облаконкам, тя наведывать краму, якаясь находится, прикладно, у трех километрах. Пришим перадульвать, гэту одлеглась, пришлось облюдям, уаснованным со старелого взросту. У отповедности с решением старшиней облаконкама крама засталась апарцевать. Для жизни у нас здесь все есть. Вот и мясное, и молочное, и крупы, и макароны. Даже сладочкой хватает, большой выбор. Вот захотела там бабку купить, вот, пожалуйста. Все-таки не ходить далеко и не это. И нас магазин этот устраивает. Мы за то, чтобы этот магазин работал. Некольких годов не могли вырешить свою проблему и жахары дома номер 108 по улице Советской Урэшицы. У отповедности с дзеючым законодавством кватеры на першем по версии набыл мясцовый предпрымальник, який открыл краму по продаже бытовой химии. Не глядяши на скарги людей на неприемный пах, бизнесмен не только не прислухався до их, а лей зарабил прибудову дадома. Гэта дазволила повелюшись гандлёвая площа. Церпение же харо скончилось, кали они доведались об планах предпрымальника зарабить и ашше одну прибудову. Звороты у розной инстанции, уклюшающей мясцовый райвыканкам, там проблемы не вырешили. Ситуация кардинально изменилась только после коллективного взворота у Аблвыканкам. Решение вынесли в нашу пользу, то есть постройку эту делать. Не будут наш двор похабить, извините. Не будут. Двор у нас замечательный там. Ну и, конечно, мы собрались вместе дружненько, у нас там пенсионеры в основном, и решили, что надо отправить письмо благодарности к губернатору, который непосредственно курирует этот вопрос. И мы очень благодарны Геннадию Михайловичу за его, ну не знаю, добродушие, за его неравнодушие, за его, нашел он время и на такой, кажется, невзрачный вопросик, но время у него нашлось. И аж один дом по улице Советской, але уже у Гомеле. Зворот от его же хору так само был коллективным. Проблема с и правдой оказалась вельми актуальной. Справа у тем, что проектировщики предугледзели настолько высокий и незручный ганок, что передулить 11 приступок было саправдным выпробованием для пенсионеров, людей с обмежованными физичными махчимостями и мати с детячими колысками. Пропанова же хору об установце зручного пандуса была реализована только после ответного доручения старшини Абывы Конкама. Очень благодарствую всем, всем, что сделали нам вот этот пандус. Сейчас выехал, никого не просить не надо, я тихонько выехал, побыл на улице. Дождь как у нас все и что, я сразу раз поднялся. Дождь идет, а я сижу. Никого нет, чтобы меня кто поднял. Ну, в основном, хорошо, хорошо. Очень довольные, все довольные. Бабки довольные, я смотрю, на балкон хожу, смотрю, как они тянутся по этим пандусу. Хорошо сделали. Довольны. И все довольные, все говорят спасибо больше. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Долгочаканная новоселье. У Рогачеве по улице Кирова сдадзенную эксплуатацию 40-кватерный жилый дом. Литерально некольки днем тому, ключи от новых кватера отрымали же хары райцентра у соседнем доме. Таким чином, свои жилевые умовы смогли полепшить 80 шмадетных семьях. Дмитрий Котов с подробностями. Для шмадетной семьи Цуба, якая складается с 5 человек, это, саправды, долгочаканная падея. Наталья с мужем и детьми оглядая покои новой квартиры. Счастливые господары кажут, усим задоволены. Сподобается и планировка, и удалое размещение нового дома. Поба школа, детишей пляцовки, магазины, припына грамадского транспорта. Радует и великая колькость древ, которые растут на дворовой территории. Место очень хорошее расположение, меньше машин, где безопасности для детей и для нас. Желанная для нас эта квартира. Мы очень благодарны, что у нас так все получилось. Мы очень рады, что мы получили эту квартиру. Будовництво нового 40-квартирного дома по улице Кирова житявлялось сгодной реализацией указа президента номер 240 об державной потребности грамадян при будовництве жилых помешканьях. Дом полностью продуглежен для шмодетных семьях. Еще один подобный на гэты разместился литерально в некоторых метрах. Его сдали в эксплуатацию и несколько дней тому. Увагу ли сели, то в Рогачевском районе свои жилевые умовы полепшили 120 шмодетных семьях. При этом активное будовництво житявлялось как в городе, так и в сельской мясовости. 110 семей построили в многоквартирных жилых домах и порядка 10 домах на селе. Но на селе у нас сегодня активно ведется строительство участка и берут порядка 67 семей. Ну и они уже будут вводить свои дома в 2021 году, в 2022 году. Будовництво жилля в Рогачевском райвыканкаме надается особливая увага. С каждым годом колькость узводимых домов повеолечивается. Коли летость была побудована 9 тысяч квадратных метров жилля, то селе-то больше за 11 тысяч. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачева. Выстава, майстер-классы, онлайн-тренинг и церемония узнагороджения в «Гомеле» подвели выники областного этапа республиканского конкурса «Волонтер года-2020». С активной молодью погутерила Ганна Корольчук. У фойе областной библиотеки имя Ленина разгорнулася выстава, присвеченная доброохотницкому руху. Лепшие волонтерские отрады в области рассказывали гостям, как они допомагают детям с инвалидностью и пожилым людям, наведывают интернаты и организовывают доброченные мероприемства. Все лето до их деятельности додался еще один важный напрямок. Весной этого года в городе Жлобине стартовала акция в рамках помощи одиноко проживающим пожилым людям в связи с эпидемиологической ситуацией то есть характер помощи был разный и рецепты медицинские мы получали в поликлинике и продукты доставляли даже пожарные извечатели устанавливали были случаи и все время действия этой акции было принято более 150 звонков от пожилых людей развязано более 1000 медицинских рецептов. Виктор Черков говорит, что допомогать иншим не складано и он разом с коллегами из Белорусского металлургического завода знаходит на этот час после работы в выходные а отриманные подзеки надают больше сил. Про это говорит сия Нина Горбачевская керавник волонтерского отряда млечный шлях. Девчина стала волонтером пять годов тому и до ее долучается все больше людей. Нашему волонтерскому отряду как раз таки тоже уже в этом году пять лет. И для меня волонтерство это вот как смысл немножко жизни, как такое добро делаешь и вроде как и видишь, что изменяются люди и тоже стараются помогать и вне школы, вне работы. На выходных многие мероприятия проводятся. Для гостей мероприемства активисты руху Доброе сердце організовали майстер-класси по виробу новогодних цасок и сувениров, а так само провели викторины на тему волонтерства. После этого Лепши отрады и доброохотники отримали заслуженные узнагороды в разных номинациях от Белорусского Республиканского Союза молодцы. Сегодня мы наградим лучшие волонтерские отряды, лучших волонтеров за личный вклад. Волонтерство это вообще такое направление работы Белорусского Республиканского Союза молодежи одно из самых важных. Его мы даже ставим наряду со студенческими отрядами, потому что непосредственно в этом году, когда у нас была и пандемия коронавируса, наши волонтеры и первую, так сказать, волну этого вируса мы помогали нашим нуждающимся гражданам, престарелым гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны. А кроме того, наприконце мероприемства волонтеры далі старт традиционной доброчинной акции «Цуды на коляды». Жидаючи, допомогчу у сборы новогодних подарунков для дятей могут звернуться у районные комитеты БРСМ. Ганна Коральчук, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». Час неумольно заканчивается. Семигодовой Киры Куруленко с Будо Кошелева потребна терминовая допомога. У девчонки рецидив онкологичного захворывания. Ее необходно трапить на иммунотерапию в Испанию. Але сборы, где вельми марудна. И батьки Киры боятся, что не поспеют. Марина Северьянова наведала семью Куруленков по час их короткого визиту додому с Бараулян. Четырых годов тому, в невеликой мерцентре Будо Кошелева доведались не только во всей Беларуси, але и далее. А цель гучал роспачный клич на допомогу. У трехгодовой Киры Куруленко знайшли рак и одразу четвертой стады. Спочатку девчонку лечили и оперировали у нашей країни. Потом всем светом взбирали гроши на лечения в Германии. У вынику подшули долгочеканное слово «ремиссия». И во селита тяжкая новина, яка смещается в одним страшном слове «рецидив». Будо Кошелева, в сходний микрорайон. Тут на четвертом поверхе нас чекает семья Киры. Кабу черговый раз рассказать людям свою трагичную историю в надежде, что допомога обовязкова пройдет. На порозе сустракает Кира разом с маленькой сестричкой и матью. Девчонка спочатку соромится с дымышной бригадой хавается за Матуллину спину. А потом с широй дитячей непосредностью проводит для нас экскурсию у свой маленький свет. Ее гонор аквариум. Его Кира отримала у мая на день на роджение. А кто там? Это петух. А разве петухи живут в аквариуме? Они же в сарайе живут. Это петушок. Это рыбка такая? Да. И ты за ней ухаживаешь сама? Ну, только кормлю, а мама мне помогает воду менять. Хотя мама воду меняет, а я помогу и украшать. Красиво у тебя? Там и ракушки, и домик, и мельница для петушка. Да. Его зовут блеск. Четыре годы тому у Киры знайшли нейробластом у заброшенной просторы с метастазами у лимфовузлах и костевым мозгу четвертой стады. Девчонцы пришлося пройти просто шесть блоков химиотерапии, операцию по выдалении пухлины, трансплантацию костевого мозгу. Как было меньше рызаки отримать рецидив, урачи рекомендовали пройти лечение антителами у Германии. Дякуючи необъяковым людям, тогда все отрималось. И наступили два с половой счастливые годы ремиссии. А селета хвороба вернулась. Начала хромать на левую ногу. И жаловаться на боли, да? Да, да. Мы сделали снимок, вот сразу показал перелом. Все, сделали гипс, сняли гипс через две с половиной недели, по-моему. И все, было понятно, что это не перелом. А как могли по снимку определить перелом, если его не было? Он был перелом, как патологический перелом, как метастаз. А, то есть это из-за онкологического заболевания случился этот перелом? Да, да. Не из-за травмы? Да, но он случился вот в кости. Как опухоль вырасти, ничего не выросло. Вот просто пошел метастаз в кость, костный мозг и лимфозлы. Кошт лечения свыше 300 тысяч евро. Зараз собрано 30% от этой суммы. Кабы у испанской клиницы заходилися принять киринное лечение, потребно унести 50%. Часу практически нет. Девчонка не может долго находиться без лечения. Если за ближайшие дни не сдается суд, то кир из мати нужно вернуться в барауляны на третий блок высокодозной химиотерапии. А это великое попробование для маленького и маль обеззеленного детского организма. И помочь семье вырытывать детяти может каждый ждет. реквизиты для охвирования вы видите на своих экранах. Я хочу обратиться к каждому, кто сейчас видит меня. Я благодарю всех, кто помогает нам. Всех, кто помог. Всех, кто думает еще, чтобы помочь нам. Спасибо вам. Я прошу не оставлять нас. Прошу помогите мне спасти дочь и успеть уехать вовремя на лечение. На питании до Киры, об чем я на мары, девочка рассказывает про жадание иметь котяня. И ни слова про им к ней не выздороветь. Мать и каже, что Кира наумисно избегает этой темы. Хотя бы сейчас, в родных стенах, можно забыть про бесконцное больничное життя. Вельми хочется, чтобы все такие простые мары это весело и добрые девочки справились. Но для этого она должна жить. Марина Северьянова, Сергей Комко, телерадио компании Гомель, Будо Кошелева. Киры, которые подтверждают адмоны, выник ПЦР. Доследование на COVID-19 потребуется замежным грамадянам, старшим за 6 годов, которые уезжают на территорию нашей краины. Нагадаем, с 21-го Снежня на границе будут зенешить новые правила. Обмежевания уведены в метах продухеления распоряжения COVID-19. Змены уступают усилу с 0-1-21-го Снежня и закрануть пересершение границы замежными грамадянами и белорусами у обоих накерунках наземные пограничные пироходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а так само поветранные пункты пропуску. Аналогичные меры у разных вариантов реализации уводились у Латвии, Литве и России. Нюансы прокомментировали УДЯЖ погранкомитете. Так, временно приостанавливается выезд граждан Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в нашей стране, через функционирующие наземные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет. Ограничения на въезд для иностранцев через наземные пункты пропуска остаются в силе. Кроме того, въезжающим иностранцам старше 6 лет потребуются медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19. Белорусы и иностранцы, въезжающие в Беларусь через наземные и воздушные пункты пропуска из стран, в которых регистрируются обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в страну и до истечения этого срока не могут выехать из Беларуси. Усе подробязанности можно доведаться на сайте Дяжпагранкомитета Беларуси. Запаливаем елку разом. А гульно-городская акция прошла в Гомеле. Организаторы подрихтовали веселые забавы, массовые гульни и карагоды в окол лесной прогожуни. Так само дорослых и маленьких гостей шакали конкурсы и выступления лепших артистов города. Але самое приемное и радостное включение святошной иллюминации. Святом радости Гори! Как тебе елка? Хорошо. Какая она? Зеленая. Она очень красивая и блестящая. Пиксельная елка самая лучшая из всех. Да, она самая лучшая из всех. Красивая. Красивая. На сцене для Жахару и Гасея разгорнули казашное представление. Не обошлось и без любимых казашных персонажей Деда Мороза и Снягурки. А так само символа этого года мыши Марфы Васильевны и символа будущего года быка Баяна. Новый год состоится при любой погоде. Состоится, сбудется, придет, чтобы сбыли, состоялись и пришли все наши мечты и желания. С наступающим Новым годом! Паша свята можно было так само подселковаться на свежем поветре. Организаторы подрихтовали святошный гандаль с прысмаками и гаражами-напоями. Сустрец с Дедом Морозом и Снягуркой не выходишь из дома. Такую машину сдает онлайн-офис сказочных героев, который открыется в Палаце культуры Белецке. Оригинальный формат новогодней индустрии заявился в связи с эпидемичной ситуацией. Как встречать детей с их любимыми персонажами обовязково отбылась, родители могут забронировать звонок сказочного офиса. Дед Мороз и Снягурка в зручный час вернутся до детей по виде советы и поменьшуются святом, а так само проведут соправданный новогодний квест на беспешной отлеглости. Специалисты офиса гарантуют новогодний настрой без рызыки для здоровья. Мы не представляем видеоролики поздравлений. Мы хотим предложить именно общение с Дедом Морозом и Снягурочкой посредством видеосвязи. На сегодняшний момент, я думаю, многим доступны эти все ресурсы и с мобильного телефона, и с компьютера, поэтому у нас будет организован офис, то есть делаются уже декорации. Это офис АИВ, назначенное время в назначенный день Дедушка Мороз из своего офиса будет выходить на видеосвязь с ребенком. Офис Деда Мороза будет працовать с 25 Снежня по 7 студене. Скористаться послугой можно с любой кропки. Заказать и оплатить звонок пропонуют онлайн. Елочные кермаши открыются в Гомеле 22 Снежня. В городе организуют коля 20 специализованных кропок продажу новогодних атрибутов. Натуральные штучные елки и хвои можно будет набыть на рынках Давыдовский, Прутковский и так само коля гандлевых центров. Постоянно дейвший елочный кермаш разгорнется по улице Карповича в районе Центрального рынка. Он пошел работу 15 Снежня. Там пропонуют широкий выбор елочных цацок, сувениров, ярлянд и иншей новогодней продукции. Специализованные кермаши будут працовать до 31 Снежня. Отбился от шарады и замерз у ледя. В Гомельском районе вырытывали лебедя, дякуя излаженной праце. Про сдарение у инспекцию оховы живельного и рослинного свету поведомили жахары везки скиток. Они расповяли, что недалеко от пляжа увидели бездопоможную птушку, которая сядет на замерзлой ротце СОЖ. Ранее тут была сграя с 5 лебедя Оле остальные полетели в больше теплые мессы. На допомогу угороднику приехали супрационники МНС и Центры экологичного туризма, которые находятся неподалеку. Разом яны вызвали лептушку. Лед, лебедь садится, чтобы отдохнуть, а после ночи мороз скрепчает, как сейчас погода. И уже как вот даже видно у этого, сзади большая наледь и баланс потерянный, он взлететь уже просто не может. Ну, естественно, местные жители, которые неравнодушны, они набирают службу либо МЧС, либо экологии местной, неместной, милиции, неважно. Лед довольно-таки тонкий еще, ну, при помощи местных жителей, которые принесли веревку, доску, нашли даже какой-то старый спасательный жилет, рыбаки тут местные, ну, кое-как своими силами ползком-ползком долезли, достали. Ну, слава богу, что хоть и не оказался непримершен, и пришлось вырубать. Стан лебедя проверить ветеринарная служба и его дальнейший лез будет выращать комиссия с уделом инспекции оховы живельного и рослинного свету, а по куль его перевезли в Центр экологичного туризма, где уже живут его собраты. Птушку обогрели и покормили. В Гомельском молодежном театре премьера романтичная комедия Сильвия по пьесе американского драматурга Альберта Георни. Постановка рассказывает про житие обычной семейной пары. У Кейт есть любимая работа и Шекспир. У Грега кризис среднего взрослого, но раптом появляется Сильвия. Пригожая и живая, и она литерально вытесняет житие мужчины, рутину и жену. И Грегу придется выбирать. Сдается, это совершенно любовный трехкутник, а либо не тот факт, что Сильвия это собака, которую Грег подобрал на улице. В результате герой сделает свой выбор. Створальники постановки выполнены. Это пронизливая история, сновидя воду в сердце глядашоу. Главный посыл посыл добра. Будьте внимательны друг к другу, слушайте, слышите друг друга, разговаривайте с друг другом, решайте проблемы через диалог. Это что касаемо семьи, а что касается самой темы, то наличие не буду продавать до конца питомца в семье, оно раскрывает какие-то другие качества. Качества нужны очень человеку и нужны во все времена, а сейчас тем более. Убавшись романтичную комедию Сильвия можно 26-го Снежня. Это иншиновины. Информация о проектах Толярадо компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tsvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире.